И вы действительно не ослышались, почему? Потому что компания ВСР, наверняка, очень хорошо известна вам именно как поставщик средств защиты растений. Но в последнее время мы начинаем обращать внимание на то, что начало любого сельскохозяйственного процесса идет именно с выбора семян. С выбора той культуры, которая будет высеена, и в конечном итоге с выбора гибрида, и уже затем подбирается схема защиты растений. Именно поэтому компания ВСР обратила свое внимание и расширяет свой бизнес за счет семянного направления. На чем мне хотелось бы остановиться? Сразу хочу предложить, чтобы наше с вами общение происходило в формате диалога. Если у вас возникает вопрос, пожалуйста, не дожидаемся конца, задаем его сразу. Почему? Потому что некоторые мои предложения, может быть, для вас покажутся провокационными. Обратите внимание на этот слайд. Это общемировая сельскохозяйственная статистика и не только. Что представлено на слайде? Казалось бы, у нас сообщается о том, что где-то какой-то вулкан начал извергаться, какой-то катастрофический паводок наблюдается в той или иной стране. Но на самом деле на сельхозтоваропроизводителя влияют совершенно другие погодно-климатические явления. Это засуха, это град, это ливневые дожди, о которых не говорят по средствам массоинформации. А если и говорят, то только лишь в случае каких-то чрезвычайных обстоятельств. Поэтому 90% урона, который получает сельхозтоваропроизводитель, он получает именно от таких погодно-климатических явлений. Здесь же на этом слайде вы можете наблюдать одну табличку. Причем эта табличка, она уже сделана не по данным, усредненным со всего мира, а именно по данным, полученным в России. До 2000 года количество опасных гидрометеорологических явлений, которые наблюдались на территории России, не превышало 200. Если взять последние десятилетия, с 2007 по 2019 год, стабильно количество опасных гидрометеорологических явлений превышает 400. То есть каждый из регионов в течение вегетации подвергается тому или иному неблагоприятному влиянию. И я думаю, мне не нужно далеко ходить за примерами, вам достаточно просто-напросто вспомнить. Последние пять лет здесь, на юме России, каждый из регионов так или иначе столкнулся с осенней, а то и с весенней, не говоря уже про обязательную летнюю засуху. На этом слайде, к сожалению, не удалось мне найти более свежие данные. По непонятным причинам данные после 2010 года, по средней скорости ветра на европейской территории России, ни на сайте Росгидромета, ни на сайте других гидрометов, ни на сайте других гидрометических служб не обнаруживаются. Но, тем не менее, тенденция такая нехорошая. Почему? Потому что скорость ветра постоянно практически растет. Растут колебания ветровые. А что значит увеличение скорости на один метр в секунду среднегодовое? Это значит, что в период посева, скорее всего, влаги будет на полтора сантиметра меньше. Это значит, что влага с поверхности почвы будет испаряться со скоростью почти в два раза выше. И это значит, что легкий дождь, который раньше, допустим, дождь в 10-12 миллиметров, который раньше, в принципе, позволял надеяться, что хотя бы на два дня культура будет у нас чувствовать себя нормальной, он реально в течение одного дня, эта влага потеряется из верхнего слоя почвы. Следующий слайд. Это данные наблюдений с 1970 года по настоящей минуты времени, на котором четко отмечено, что среднегодовая температура в целом на европейской части России, она также растет. Что, естественно, крайне неблагоприятно сказывается на растениях. Почему? Потому что повышение на графике на один градус. Но вспомните, какие последние пять лет у нас с вами вторая половина июля и август. Реально под сорок бывает честь. Естественно, что если культура попадает в этот момент времени в цветение, а такое, в принципе, вполне возможно по позднекеровым, особенно если не выращиваются нарушения, то урожая просто на простоможне и не получить. К сожалению, в очень ограниченное время я не смогу здесь вам показать те фотографии, которые собраны на территории ЮФУ. По опылению кукурузы, точнее, отсутствию этого опыления. По недоналиву семян подсолнечника, хотя подсолнечник в сравнении с кукурузой является более засухоустойчивой культурой. И отчасти это обусловлено в частности тем, что те гибриды, которые мы с вами сейчас видим на рынке, до 20% на рынке уже, по сути дела, опыляются самостоятельно, без привлечения опыляющих насекомых. Даже это не спасает. И здесь, на мой взгляд, нужно больше внимания обратить, как это ни странно, на комплексный подход. О чем мне хотелось бы здесь сказать более детально? Прежде всего, прежде чем принять решение о том, сеять или не сеять подсолнечник и кукурузу, необходимо в ранне-весенний период времени взять бур и посмотреть наличие продуктивной влаги в почве. Почему? Потому что вспомните наши студенческие роды, чему нас учили. Если содержание доступной влаги в полутораметровом слое меньше, чем 160-170 мм, значит уже есть определенный риск выращивания поздних яровых. Потому что никто не может гарантировать сроки выпадающих осадков. Особенно страшно, если есть разрыв между верхним слоем от 0 до 60 см и метровым слоем, куда в принципе корневая система различных культур, для большинства из них, ну и в частности подсолнечника, как наиболее распространенной культуры, добирается достаточно легко. Но даже для подсолнечника будет очень трудно преодолеть абсолютно мертвый, лишенный влаги горизонт в 40 см. А последние 5 лет у нас этот горизонт встречается в 60% случаев. Поэтому на полях, предназначенных для посев поздних яровых, весной необходимо сделать обследование на содержание продуктивной влаги в почве. И после этого уже принять решение, может 20% уже нужно посевознаться от посева, сократить часть посевных площадей. Но за счет интенсификации технологии на тех полях, где нормальный запас влаги, где хорошо подготовлена почва, где не будет необходимости делать дополнительную культивацию в ранневесенний период времени, если речь идет о классической обработке почвы, чтобы за счет интенсификации получить больше урожай в целом на круг и тем самым получить запланированную валовку. Что еще можно использовать для интенсификации? Конечно же, это борьба с сорняками. Да, подсолнечник у нас отличается тем, что по достижении фазы 8 бар листьев он в принципе хорошо угнетает практически любые виды сорной растительности, которые есть на поле. Ну, исключением, пожалуй, является только решаброзе, которая пробивается, как поздний яровой сорняк, и может растить даже в посеве подсолнечника. Но все остальные сорняки до фазы трех пар настоящих листьев, по крайней мере, оказывают на подсолнечник крайне негативное воздействие. И если уровень засоренности больше 25 штук на метр квадратный, в принципе, не играет роли, какие это сорняки, многолетние, либо же однолетние, все равно это уже практически гарантировано минус 2,5, а то и 3 центнера урожайности, что достаточно много. У БСФ есть решение. Вы все хорошо знаете наши грибициды. Это иклерфилд, иклерфилд плюс. И в целом на этом слайде вы можете видеть, насколько популярной стала эта система в мире. Более 8 миллионов гектаров. При средней, общей мировой площади выращивания подсолнечника 31,5-32,3. То есть, каждый третий гектар защищается нашими грибицидами. Не буду останавливаться на сравнении оригинальных препаратов и препаратов-дженеиков. На этом слайде все это достаточно хорошо видно. Еще на один момент хотел бы обратить ваше внимание. Фунгициды. Почему? Потому что фунгициды способствуют увеличению подложительности жизнедеятельности листа. Даже в стрессовых условиях. Уровень этилена, который образуется при недостатке влаги, он может быть пониже за счет использования фунгицидов. Таких, как иклерфилд, например. Ну и здесь вы можете видеть различия между контролем и участком накрытого фунгицидами. Ну и буквально немножко о том портфеле гибридов подсолнечника, который мы готовы предложить вам. В настоящий момент времени это всего лишь два гибрида. В частности, достаточно большой объем демонстрационных испытаний был заложен в Ростовской области в прошлом году. В этом году, если хотите попробовать, пожалуйста, обращайтесь. Со своей стороны мы готовы предоставить себя. Если есть у вас вопросы, пожалуйста, вопросы есть? А по классической технологии у вас есть какие-нибудь новые? По классической сервису у вас, берегающей технологии? Что у нас там? Фермер Краснодарский край, Белогринский район. Сергей Сергеевич. Вот смотрите, Сергей Сергеевич, что сейчас вообще происходит? Как менеджер АКС-сервиса по семенам я в этой должности один месяц. Сейчас мы нарабатываем как раз связи со своими партнерами. И здесь мы готовы предложить вам европейский опыт. Почему? Потому что у компании ВСФ в Соединенных Штатах есть специальный центр, который занимается передачей знаний для того, чтобы адаптировать сельхоз предприятия к изменяющемуся климату, чтобы подготовить вас. Сейчас мы речем не только лишь о средствах химической защиты растений, прежде всего. Но, как вы понимаете, я готов вам рассказать и поделиться информацией о том, на что нужно обращать внимание. То есть на содержание продуктивной влаги в почве. Белогринский район, насколько я знаю, это район, где необходимо оставлять, по крайней мере, полосами стервню, для того, чтобы ветра достаточно сильные, осенне-земние осадки задерживать хоть как-то на поле. Поэтому давайте потом обсудим. Я думаю, что есть интересные точки для взаимодействия. Андрей Владимирович, я как бы не зря вот это спросил. Дело в том, что у нашей, вот вы сказали, сейчас повышение индиотопилов и все такое. Вот у нас заскут. И все вот эти применения Клиарфилда, они не активно сказываются на последующие посевы озимов, ну что и так далее. Они требуют определенного периода для разложения. Ну, вот, например, в Ростовской области, если я не шагу, предусмотрена паровая система. В Краснодарском крае такое непредусмотрено. Мы вынуждены сажать культуры, а они очень сильно сажают. Вот Клиарфилда, например, таких культур, как хоров, их нельзя 19-20 месяцев сажать. Ну, нам это как бы недопустимо, поэтому вот у нас более люди предпочитают уже в переходе. Сначала были на Клиарфиле, да, хорошо, поля чистые, но в последующем, как пшеница не растет, она не промывается. Дождей нет. Не промывается вот эта химия и страдают верновые культуры. Поэтому, как бы, мы переходим на классическую, классический подсумок, и нас интересует новая технология влагосбережающая. Хорошо. Предлагаю потом, чуть позже, обсудить в индивидуальном порядке, да, почему? Потому что очень многое зависит от наличия у вас техники, да, от вашего силы оборота, что вы можете, как говорится, у себя воспроизвести. Почему? Потому что теоретических знаний много, вот, реализация на практике, она подразумевает учет огромного количества факторов. Да. Спасибо, Андрей Владимирович, будем двигаться дальше, у нас еще много спикеров.